мне хотелось бы передать дальше этот микрофон вновь вам алексей григорьевич потому что не все с вами знакомы расскажите пожалуйста о своем жизненном пути как и когда в какой момент пришла идея создания фонда что этому способствовало что этому может быть препятствовал потому что ведь есть всегда плюсы и минусы и очень многие люди они ведь согласитесь сетевом маркетинге они идут на человека на человека на реноме так скажем человека на его бэкграунд то есть его прошлое да и мы все конечно с вами оцениваем лидера основателя президента мы всегда хотим не хотим мы оцениваем по определенным человеческим факторам да это касается главы президента главы государства это касается главы семьи это касается главы инвестфонда и это важнейший момент о нем не всегда говорят но всегда его имеют виду поэтому я передаю вам для вот сама презентации будем тогда пожалуйста алексей григорьевич левеков спасибо денис владимирович спасибо большое друзья спасибо большое что приехали к нам сюда всех очень рады видеть давайте действительно пару слов по себе заранее извиняюсь перед теми кто это уже видел и слышал но как говорил такой сенсей и друг путина стивен сигл я многократно могу показывать один и тот же прием по разному но каждый раз я показываю правильно поэтому повторений будет много а для тех кто первый раз вы первые прикоснетесь моей биографии моему пути успеха и станете я надеюсь моими спутниками на этом жизненном отрезке действительно хочется чтобы каждый кто к нам фонд вошел стал обеспеченным человеком который подумал о своем завтрашнем дне и уверенно стабильно зарабатывает с нами давайте расскажу почему итак 97 год торжественное вручение дипломов в мгу имени ломоносова я математик я математик системный программист нас учили теории программирования численным методом теории вероятностей то есть все дисциплины которые положено знать чтобы носить эту специальность что самое вот на мой взгляд важный я подчеркнул что я вынес из университета конечно замечательные дружеские теплые партнерские деловые связи ребята которые со мной учились сыграли огромную роль в моей судьбе как профессионала как потом бизнесмена со многими сейчас поддерживаю отношения системный подход тоже такой баланс связи и системное мышление то есть я смотрю на проблему которая кажется нерешаемой я думаю каждый сталкивался с такой ситуацией и я вспоминаю цитату мало за дуна разделить на несколько других задач и повторить с каждой зимы как только все задачи кажутся решаем исполняю даже если которые вопросы ты не можешь сейчас решить в будущем могут появиться такие знакомства такая информация такие произойти события которые позволят тебе эти задачи решать и так постепенно ты идешь к своей большой цели ВГТРК такой серьезный этап после университета начал обычным уникальщиком но как-то быстро пригодилось то что я еще и программист и был вовлечен в проект объединения всех гостелерадио компаний российской федерации которые с этапа крушения союза СССР растащили все региональные царьки то есть каждый забрал себе свое телевидение и наша страна уже готова была перестать существовать потому что сначала забирается медиаполе а потом через него уже диктуется идея сепаратизма отделения там разброта шатания и так далее сумели убедить тогда уже не побоюсь этого слова полубезумного Ельцина кто-то из более дальновидно мыслящих из его окружения и этот процесс возглавил Михаил Юрьевич Лесин который потом стал еще и министром печати и СМИ объединить все гости телерадио компании в один кулак а мне пришлось создавать программный продукт который ввел учет этого объединения кто где директор на какой стадии поездки что с разделительным балансом а какие финансовые проблемы испытывает та или иная гостелерадио компания организационные вопросы мы собирали совещание главных инженеров всех ГТРК главный бухгалтеров всех ГТРК то есть такая романтика с одной стороны с другой стороны огромное количество работы такой по 20 часов в сутки без выходных и тут наступает еще вот этот кризис в 98 год когда нам вроде мальчишкам там молодая команда была платили серьезные деньги и они обесцелились потому что зарплата была в рублях а доллар скакнул по моему в шесть раз не в четыре раза шести до двадцати четырех и передо мной стал выбор отказаться от этой драйвовой команды от этого интересного проекта идти работать какую-то западную компанию в которых остались зарплаты для программистов на уровне приличном в валюте или остаться с этими людьми и решать эти вопросы несколько таких непростых бессонных ночей опять же советовался с коллегами с друзьями в итоге принял решение остаться с командой и буквально через полгода меня уже повысили аж через две ступеньки до начальника службы информатизации выдали свое штатное расписание нарисовал немножечко под себя выдали уже кабинеты стали появилась возможность нанимать людей первое время это конечно было просто вот какие-то кувырки такие судорожные 25 лет я руководитель такой крупной компании что делать непонятно да потому что возникающие вопросы сейчас я уже там говорится и стивена кови почитал и носима талеба и сам уже таким обладаю серьезными достаточно зубами и знаю что кнут и пряник отличаются только тем что пряником бить неудобно поэтому все какие только можно было сделать управленческие ошибки я своем молодом возрасте конечно поделал но помогали старшие товарищи помогали коллеги я ко всем относился именно партнерски я готов был вложить ну что у нас самое дорогое наше время я готов был вложить свое время в топ чтобы лучше понять проблематику того же там управделами управление кадров финансового блока у нас очень любили аббревиатуры это было ебтк фгруппе единый производство технологический комплекс потом мне это любовь аббревиатура пригодилась можно следующий слайд потому что например в нефтехимии куда я двинулся после вгт-рк там другие аббревиатуры шифл его мтб кто из нефтиных регионов знает эти фракты эти широкие фракции легких углеводородов и метил трибутиловый эфир а для айтишника это строчки где-то в их сельчике где-то в другой программе они все объединяются консолидируются эти циферки в итоге позволяют финдиректору принимать правильные решения на совете акционеров первым линсом компании выглядеть достойно возьмем вот такой кейс сколько стоит внедрение и этих поддержки в компании мобильные телесистемы и зачем эти деньги надо потратить и когда я пришел уже в консалты 2004 году начался проект кстати тоже с моим другом по нгу он тогда стал вице-президентом интереса пойти подряд создал свою консалтинговую компанию следующий слайд и я уже знал ответы на эти вопросы я уже их как наемный менеджер они отскакивали у меня от зубов я научился уже эти ответы давать то есть допустим финансовый директор компании тыкнул значит какую-то кнопочку в своем ноутбуке и ноутбук ему вместо правильного ответа показал с экрана дулю в фигу спасибо в какие-то айпио то есть какие только не пробовал инструменты на форсе сразу потерял полмиллиона долларов жутко было совершенно там это психологически очень тяжело потерять большие деньги которые только что чувствовал себя хозяином это такое разочарование но тем не менее любую сложность мы воспринимаем как там у них сюда повод сделать сильнее любую самую невероятно непростую ситуацию давно в жизни были к сожалению трагедии не хочу о них распространяться выходим из них обогатившись в том числе страдания и делая выводы для чего мы живем для чего мы существуем это семья это наше общество хочется делать его совершение хочется заботиться о семье хочется чтобы тогда вам не останется только памятная табличка потомки смотрели на нее могли сказать пару теплых слов и это было чем-то обеспечено после того как вот эти вот трудности закалили мой характер уже как инвестора я обнаружил очень два интересных стартапа во всех во всей этой цепочке в которые я входил там на 3 процента где-то на 5 процентов где-то даже на 15-25 чтобы уже иметь возможность управлять у меня есть какие-то сейчас портфельные люди делают квадрокоптеры они даже оптокоптеры наши российские из углепластика меня поразило это все я видел саму технологию на одном из сколковских форум познакомился подошел заинтересовались вместе сотрудничаем наверно в юго-восточной азии будем продвигать очень когда он приводняется даже не приземляется приводняется где-то вот в ледяной крошки вот там за полярным кругом у нас северным ледовитом океане у него правильным образом он не электрический дизельный мы правильным образом выведем советское производство такое вот советская выведена труба чтобы значит не перегревалась и подает сигнал значит маячка пока за ним не подойдет спасательный бот это если у него не хватило дизелью долетит переходит экономичный режим вот такие штуки интересные для себя и тут я натыкаюсь что на такой момент что если два стартапа каждый из которых такой немножко лежит на боку один делает роботов по финансовым рынкам то есть анализирует новости смотрит на курсы форекса смотрит какие планируются айпио то есть тоже парсит там по словам аналитиков я извиняюсь за вот эти слова всегда будет программистский слэмф немножко у меня от этого уже не отделаться разбирает по ключевым словам то что можно найти в открытых и полу открытых там подписных источниках смотрит на колебания бирж фондовых то есть прямые инструменты акции производные инструменты нам дериватива и так далее и роботы дают сигналы на это можно подписаться на это можно зарабатывать вошел в этот стартап сильнее забрал все на открытом рынке больше его результатов не купить потому что он должен работать на меня и другой стартап который экспертов держал все время в тонусе туда может войти человек который серьезно разбирается в финансах инвестиций и может давать оценки тем или иным событиям то есть эксперт говорит да вот здесь аналитика права я думаю у нас зале присутствуют эксперты которые тоже дают оценки тем или иным событиям а там люди на этом зарабатывают и когда это собрано как сеть я еще парочка идей обогатил которые подчеркнул на других проектах за свою богатую карьеру консультантскую когда эти два стартапа мы соединили у нас получился вот как-то тот кто-то олень был в мультике где он бьет каплицами там значит золото бьет еще еще хватит хватит и сначала это показалось каким-то чудом то есть вроде на стыке двух технологий финансовой и мотивации экспертной появляется такой результат который дает серьезные средства все какой-то частью своих рискнул работает предложил товарищам которые мне доверяют предложил коллегам чтобы давать небольшую часть из 2015 года это заработало конечно это улучшается сходом времени были ошибки какие-то технические организационные над ними работают есть изменение рынка да то есть хочется чтобы все оставалось право более легально есть обязательно требование чтобы не было утечек информации потому что если мы это запатентуем в китайцы скопирует вообще без всякой оплаты а те кто могут дотянуться до патентных поверенных за какие-то небольшие копейки придут с предложением от которого невозможно отказаться стали выявляться серьезные деньги возьмем вот сейчас якутский проект все мы знаем что на рынке бриллиантов монополисты бирс не дает производить больше бриллиантов и украшений чем рынок съезд и это нельзя обойти вообще никак поэтому бриллианты с одной стороны стоят денег а с другой стороны продать их нельзя они лежат в охране это все очень серьезно зарегулировано но компания которая не обладает хочет зарабатывать а не тратится на то что в охране держат их бриллианты и она выпускает финансовый инструмент серьезный банк первой категории который входит в пятерку банков нашей российской федерации получает документы экспертизу с гохрана получает документы оценщиков и говорит да мы готовы заложить то есть банк ничем не рискует в случае каких-то финансовых проблем все эти ценности в том же охране останутся но перейдут на баланс банка выпускается документ и что дальше с этим документом делать можно кредитнуться там войти в девелоперский проект построить город спутник деньги серьезные а можно часть этих средств отправить войти с партнерами эти переговоры всегда очень непростые это там на месяц можно уехать в якутию познакомиться с красотами местной природы замечательной душевностью местных людей общаться и в итоге подписывается документ который уже делает нас с ними партнерами одна сделка другая вот сейчас у нас кстати кое-что из пермского края работает не могу больше распространяться но сумма достаточно серьезная там сколько они они под свой документ стоимостью 10 миллиардов рублей получили 7 с половиной миллиардов кредитных денег документ и мне тяжело мне тяжело с такими людьми это огромное напряжение очень высока цена ошибки я должен все время следить за тем что я говорю что я делаю что я пишу в соцсетях это нормально это стало частью моей культуры у меня там пробежки готовка я плохо люблю делать там как говорится котики собачки да вот что положено потому что если в наше время ты не ведешь блог в соцсетях ничего там не пишешь ты подозритель с точки зрения того же фейсбука это классическая памятка сейчас для любого кадровика для любого и чара что если у тебя отправиться на работу человеку у которого нет странички в соцсетях или она такая пустая этого человека брать нельзя он странный подозритель не может быть он с запрещенными организациями сотрудничает и так далее поэтому вот такая информационная культура у меня одного рода профиль в одноклассниках другого рода профиль на фейсбуке третьего рода немножко фривольный профиль в инстаграме четко вымеренная стратегия и само общение с этими людьми которые доверяют подобные средства это не просто то есть с какого-то момента ну вернее так с какого-то имущественного ценза они вообще себя вокруг воспринимают как еду или как еду или как угрозу угрозы я для них не представляю а от угрозы стараются избавиться а еду соответственно съесть и сколько у меня еще времени хватит моральных сил сопротивляться этому оставаясь на таких партнерских отношениях и тут выходит несколько было разных вариантов вот один из вариантов выходит с предложением что это же сервис вот такой фонд это сервис и если мы соберем мощный пул краудфаудинговых инвесторов и их средства на таких же условиях будем вкладывать войти смарт-мани то партнерское отношение так гораздо здоровее будет потому что я оказываю услугу люди зарабатывают деньги и мы все здесь вместе растем мне эта идея понравилась я некоторое время повертел ее в голове мы накидали как говорится бенефиц выгоды риск соответственно риски определили условия и как говорится стартовали в добрый путь поэтому друзья я вижу мы идем сейчас по родмапу то есть у нас есть количественные показатели которые мы стремимся у нас есть финансовые показатели которые были озвучены тогда и они достигают с какими-то ступеньками я очень рад что это действует так как ожидалось и соответственно даю нам всем возможность достичь наших общих целей global star club возможности безграничны